Спасатели реанимируют яшку перед каждым патрулированием камы и озер. Отрабатывают на манекене навыки помощи людям и вооружившись ножницами нарезают ткань. Несмотря на технический прогресс, эти хлопковые лоскуты вещь незаменимая. Находящиеся в воде граждане, просьба выйти всем из воды. Опасное место для купания. В данном месте купаться запрещено. Вывески имеются. Неохотно, с явным раздражением. Взрослые выходят из воды, выводят детей. Не скрывают. Уедете, снова будем купаться. Провируют. Смерть на воде – это не про нас. Плавать умеем. Возможно, также рассуждали и те шестеро, которые утонули в этом сезоне. Двое окунулись последний раз в жизни, изрядно приняв на грудь. Купаться необходимо в проверенных местах, в надежных местах, на пляжах, где дежурят спасатели, где проверено дно. Самое главное, при употреблении спиртных напитков, значит, также не заходить в воду, контролировать, беречь своих друзей, товарищей. Будь бдительными на воде и у воды. Пока же бдительность у дел спасателей. Как минимум три раза в неделю они выходят в подобные рейды. И каждый раз в поле их зрения попадает порядка 20 нарушителей. Первый раз предупреждают, второй и следующий штрафуют. При повторном, то уже там комиссия сама решает, какое нарушение, за данное нарушение, какой штраф укладывается. Я лишь всего лишь фиксирую право нарушения. Ну, максимальный штраф какой за такое нарушение? От полторы тысячи до трех и дальше до пяти. Никаких запрещающих знаков мы не видели. Так говорят практически все нарушители. Между тем, спасатели в опасных местах практически каждую неделю устанавливают новые таблички, а горожане с завидным упорством выдирают их. Поэтому было принято решение поставить и на озерах вот такие основательные, как на пляже, знаки железные и на бетонной основе. Наталья Лушникова, Марсель Джураев, Новости НТР.